Дорогие друзья, мы продолжаем читать, чтение книг Шилл Прабхупады. Сегодня у нас продолжение чтения «Совершенные вопросы, совершенные ответы». Напомню, это беседа, она была записана, транскриптирована. Состоялась в 1972 году. Насколько я понимаю, это была Индия, Калькутта. Здесь был один персонаж интересный, молодой человек. Он, по-моему, преподаватель химии, может быть, он еще студент. Но вот он путешествует по Индии в поисках тоже каких-то знаний. Как это было уже известно по всему миру, что в Индии есть какая-то тайна. Есть йога, есть какие-то знания скрытые. Это, в общем, большой интерес вызывало у людей через йогу. Через то, что в Индии по сей день есть какие-то аскеты, которые живут в пещерах Гималаев, развивают какие-то особые способности. Вот так же ходили слухи уже в то время, что ходят поводения, которые могут исчезать в закрытых комнатах. Вот мы это тоже слышали в те годы. В общем, страна чудес. И поэтому многие люди того времени, ищущие, они посещали Индию с надеждой что-то увидеть, услышать такое удивительное новое в жизни, познать себя. И этот Боб, он встречает там Шилупраупаду с его учениками. И, так сказать, он впервые в жизни встречает вообще духовного учителя в цепи ученической преемственности. Может быть, он многого не знает еще, что такое цепь преемственности. И у него есть вопросы фундаментальные. Вот с чего и началось. Первая глава мы прочитали. Первый вопрос был, что же такое истинное знание. Кого можно считать знающим человеком? Первый вопрос Бога был. И так завязалась беседа, совершенно невероятная. И первую главу мы прошли. Там описывалось, кто такой Кришна, что такое душа, в общем, кто такой Бог, каковы отношения с Богом. То есть, как бы это называется на санскрите первый этап, первый шаг в познании Бога, можно сказать, самбанда-гьяна. Это первый шаг так называется. Гьяна означает знание, а самбанда означает знание отношений. Если есть Бог, условно люди говорят, Бог может быть есть, я тоже есть, но мы не знаем своих отношений по отношению к Богу. То есть, как это выглядит? Люди могут верить в Бога, но жить так, как будто его нет. Вот так это выглядит. Поэтому самбанда-гьяна устанавливает такие отношения, чтобы он мог практически действовать в этом направлении. И вот таким образом это самбанда-гьяна как-то было в первой главе. Здесь, да, у него интерес пробуждается к другим темам также, к практике уже. Есть, значит, красивое очень знание, великолепные, великие, философские, значит, какие-то утверждения божественные. А вот как быть теперь с применением? И вторая глава называется «Ведическая культура Варнашама Тхарма». Дата стоит 28 февраля 1972 года эта беседа состоялась. И вот Боб теперь спрашивает. Я спрашивал об этом у преданных. Я вижу, как они относятся к сексу. Но не могу себе представить, чтобы и я к этому относился так же. Так же. Видите ли, в конце лета я собираюсь жениться. То есть он общается с учениками Барупады. Ну, видимо, они брамачарии. То есть это ученический уклад, который начинается с безбрачия, конечно же. То есть они не женятся в этом периоде жизни. Они ведут буквально монашеский образ жизни. Для получения знаний. Это сродни тому, что когда человек учится в школе или институте, ему как-то вот непрактично жениться, скажем так, обзаводиться семьей. Потому что оно все время уходит на обучение. И вот первый период жизни человека лет 20-25, он называется безбрачие. То есть ученичество. И они обычно говорят об этом, что лучше находиться в безбрачии. Женитьба – это большой риск. Это связано, значит, с материальной деятельностью. И они обычно исповедуют цельбат. И поэтому Боб говорит, я не представляю, что я способен на такое, потому что вот я, допустим, собираюсь жениться. Как тогда я смогу практиковать вот это знание? Такие сомнения, я думаю, что есть у многих людей. Например, как я понимаю, до сих пор люди в миру думают, что чтобы стать святым, нужно уйти в монастырь именно. Но отречься от семьи. Как правило, так понимают. И вот вопрос подобного рода. Шлопрупада. Хм. Вопрос. В чем вопрос? Боб. Я женюсь в конце лета, в августе или сентябре, когда вернусь в Америку. Предные говорят, что секс допустим только в браке для защития детей. А я совершенно не представляю себе, как смогу соблюдать это. И какой должна быть половая жизнь того, кто находится в материальном мире? Это серьезный вопрос. Наверное, самый, ну, такой, ключевой момент, если мы говорим о духовной жизни, то вот это ключевой момент. Что же нас делает материалистами? Что же нас вводит в заблуждение? Сбивает с толку людей? Что сталкивает людей? Что делит на друзей врагов? Что, в общем, вся эта картина? Только один ответ в целом. Это, конечно же, вожделение. Это привязанность к противоположному полу. Оттуда исходят все вот эти виды отношений разных. Ну, какие мы сегодня и видим, собственно, в мире. Ну, есть хаос. Есть хаос. И поэтому это ключевой момент. Как же вот с этой энергией, да, сексуальной, быть, которая толкает человека к греху, к таким поступкам. По ведической системе секса следует избегать полностью. Весь смысл этой системы в том, чтобы помочь человеку вырубаться из материального рабства. То есть сексуальная жизнь – это и есть рабство. Мы привязаны к различным материальным удовольствиям и высочайшее наслаждение приносит секс. Чем еще наслаждаются в этом мире? В конечном итоге только сексуальная жизнь. В Бхагаватам говорится, что в материальном мире мужчина привязан к женщине, а женщина к мужчине. Пумсам стрия метуни, метуни бхабам этом, метуни бхабам. И не только у людей, у животных можно видеть то же самое. Это привязанность – основной принцип материальной жизни. Женщина жаждет быть с мужчиной, а мужчина стремится к женщине. Вся художественная литература, пьесы, фильмы и даже реклама посвящены только одному – описанию привязанности между мужчиной и женщиной. Даже в витрине магазина одежды вы увидите манекены мужчин и женщин. То есть эта привязанность уже существует. Ну, я думаю, что обычный человек, он может не отдавать себе отчеты, что это привязанность. Думает, это свобода, это наслаждение же. Они путают наслаждение со свободой. Там, где есть наслаждение, они думают, вот это хорошо, всегда хорошо, это истина. Не понимают, что под видом наслаждения можно принимать плохие вещи. То есть проводник к плохим вещам как раз приятное, что-то приятное. Если мы в приятной форме делаем плохие вещи, люди могут это принять. И секс как таковой, он абсолютно бессмысленен, кроме одного – продолжения рода. Абсолютно. Но поскольку он приятный очень с точки зрения чувственного наслаждения, он кажется хорош. Сам по себе он абсолютно бессмысленное занятие. Обезьяны этим занимаются, животные этим занимаются, то есть спариваются постоянно кто-то с кем-то. И если, скажем, исключить продолжение рода, то это просто какое-то глупое занятие, бессмысленное. И именно сегодня мы видим, что многие люди, они для наслаждения пытаются избежать вот этой ответственности за продолжение рода и просто заниматься сексом, заниматься бессмысленной деятельностью. Просто потому, что это приятно. Шиллопропадда, да, между мужчиной и женщиной. Так что, если вы хотите вырваться из материального мира, эту привязанность нужно, это дом, к шетру, это поле деятельности, земля, сута, это дети. Сута, как я понимаю, относится и к сыновьям, и к дочерям, может, слово нельзя относиться. Но если человек может уменьшить эти привязанности или вовсе избавиться от них, это идеал. Значит, видите, так же можно уменьшать эти привязанности. Ну, например, огонь, он необходим. То есть какая-то сексуальная жизнь, без нее не обойтись, человеку современному. Просто не обойтись. Потому что это большая сила. В мыслях, в чувствах или в поведении все равно как-то она проявится. Не обязательно в грубом сексе, да, буквально. Но уменьшить до положения культуры. Это значит уменьшить, принять культуру, культуру поведения. То есть сексуальная энергия есть, но есть и культура. Сравнение. Есть огонь. Без него не обойтись. Но он опасен, с другой стороны. Но без него не обойтись. Нужно готовить пищу, огонь согревает зимой. То есть без огня мы не можем обойтись. Многие производства без огня невозможны. Но его держат в печи. Культура означает, что есть система ограничения, регулирующая сексуальную энергию. Это называется культура. И если такой системы нет, если секс не ограничивается ничем, то он сжигает все лучшие качества человека. Какого-нибудь пожирает, скажем, материал какой-то, он пожирает его также вожделение. Пожирает душу. Вот почему наша ведическая система прежде всего предусматривает воспитание мальчика и юноши как брамачарии, не знающего секса. Вот это очень важный период жизни. Детство, юношество, отрочество. Потому что в этом возрасте они еще не знают секса. Это особый период времени для обучения. Детическая система направлена на то, чтобы ослабить привязанность, а не увеличить ее. Поэтому вся система называется варнашем адхарма. Социальная система, принятая в Индии, называется по варнам и ашрамам. Четырем классам общества, четырем стадиям духовного развития. Четыре класса общества и четыре стадии духовного развития существуют для каждого человека и в целом. Брамачария. Первое – это ученичество, соблюдение безбрачия. Грехасты – семейная жизнь, второй уклад духовный. Ванапрасты – отход от мирской жизни. Исаньяса – полное отречение. Это четыре стадии духовного развития. А четыре класса общества – это браманы, интеллектуальный класс, кшатии, администраторы, вайши, торговцы и фермеры, и шудры, рабочие. Итак, при этой системе принципы, регулирующие жизнь человека, настолько совершенны, что даже если у человека есть стремление к материальному наслаждению, он все равно в конце концов достигает освобождения, возвращается домой, обратно к Богу. Таков этот метод. То есть, видите, чтобы побороть вожделение, нужна целая система. Если есть такая система, то в монастырь уходить не нужно. В любом укладе человек может духовно прогрессировать. Если такой системы нет, как сегодня, поэтому люди думают, что только в монастыре я могу именно стать святым. Потому что система утрачена. Варнаш Мадхарма. Таков этот метод. Секс не нужен. Но поскольку мы привязаны к нему, существуют определенные регулирующие принципы. Где-то неподалеку начинается киртан. В скобках. Заиграли на мриданге. Слышится смех и громкие звуки раковины. То есть, какая-то радость, счастье. Шла Прабхупада. Шимад Бхагатам говорится. Пум састрия митунь небавам этом. Таюр митхо гридая грантам аху. А то греха кшатра сутапта виттайр. Джанасся махаям ахам маметти. Бхагатам 5. 5.8. Прабхупада тестирует наизусть. Секс. Привязанность к мужчине или женщине. Основной принцип материальной жизни. Когда они соединяются, когда мужчина и женщина соединяются, эта привязанность возрастает и побуждает человека приобретать греху, дом, кшатру, землю, заводить суту детей, апту друзей и знакомых и доставать виту. Вита означает деньги или деловые бумаги также. Таким образом, греха кшатра сутапта вита человек запутывается. Джанасся махаям. Такова иллюзия. Из-за этой иллюзии он думает, ага, маметти, я есть тело, и все, что связано с этим телом, мое. Это сильная привязанность к семье, к детям. Это очень сильная привязанность. К стране, к нации. Ну, все, что связано с телом. Боб. То есть пропадаете так, раскрыл. Целая уже, целая лекция тут дается. Боб. И что же тогда происходит? Что? В чем проблема? Ну, хорошо, я это тело. У меня есть собственность. Есть греха апта, субта, субта. Видите, все есть вновь. Что дальше? Что будет плохого? Шла правопада. Привязанность усиливается. Материальная привязанность предполагает такой образ мыслей. Я это тело, а поскольку мое тело находится в определенном месте, то это моя родина. Так это и продолжается. Я американец, я индиец, я немец, я то, я это, я тело, это моя страна. Я пожертвую всем ради своей родины и общества. Так иллюзия становится все сильнее и сильнее, и человек находится во власти иллюзии. Находясь во власти иллюзии, в момент смерти получает другое тело. Вот какая ловушка серьезная, о которой мы забываем все. Или не знаем, что получаем новое тело. Понятия, может, об этом не имею. Новое тело может быть лучше или хуже. Это зависит от кармы. Если человек получает лучшее тело, то это тоже своего рода западня. Даже если он попадает на райские планеты. Но если человек становится кошкой или собакой, значит, жизнь его прошла зря. Или деревом. Что так же вполне возможно. В современном мире это наука, как душа переходит из одного тела в другое, как она попадает в эти сети, различные тела, совершенно неизвестна. Этой науки мир не знает. Поэтому, когда Арджуна говорил, если я убью своего брата, если я убью своего деда, который сейчас на стороне противника, он просто исходил из телесной концепции жизни. Но не сумев решить вставший перед ним проблем, он предался Кришне и принял его духовным учителем. А Кришна, став духовным учителем Арджуны, начал с того, что отчитал его. Видите, в какой-то момент, когда человек принимает телесную концепцию, он сбивается с толку, не может найти решение. Не может найти решение. Особенно, когда происходит какое-то несчастье, сильное, серьезное, потраты серьезные. И люди не знают, что делать. Не знают, что делать. И обычно, когда они не знают, что делать, когда получают сильное разочарование, удар, потрясение в жизни, у них есть склонность предаться Богу. В таких случаях есть такая склонность. Ты говоришь, как ученый человек, но на самом деле ты последний глупец, потому что находишься, исходишь из материальных представлений о жизни. Это Кришна говорит Арджуне. Секс усиливает приверженность к материальным, телесным представлениям о жизни. Поэтому его нужно ограничивать, а затем вообще отказаться от него. Но это в природе вещей. Человек стареет, естественно, в природе вещей это угасает его способность. То есть со временем так и будет. Но интересный момент. Я разговаривал со стариками, я говорю, нет, желания остаются. Просто нет возможности. Вот в чем проблема. Поэтому с этими желаниями человек снова рождается, чтобы быть снова мужчиной или женщиной. Только ради того, чтобы наслаждаться сексом фактически. Потому что высшее удовольствие представляет только такие отношения в этом мире. Если бы там не было этого чувства, приятного, никто бы не зачинал детей. Кому это нужно было бы? Так говорит. Постепенно ограничивать его на протяжении всей жизни, Боб спрашивает. То есть постепенно на протяжении всей жизни, он так понимает. Да, Прабхупада. Ограничивать его. Это беспокоило Боба, что нужно сразу прекратить, как это возможно, то есть я женюсь и прочее. Но Прабхупада сказал, что есть ашрама, есть постепенное развитие духовного знания. Да, ограничивать его в период обучения, продолжающийся до 25 лет, юноша воздерживается от секса, он Брамачарьи. Некоторые из них остаются на Иштика Брамачарьи, хранят целомудрие всю жизнь. Получив образование и обретя духовное знание, они не хотят жениться. Здесь также тоже ограничение, тоже ограничение. Секс вне брака запрещен. Поэтому в человеческом обществе и существует брак. Животные не вступают в брак. Но люди постепенно деградируют, и человеческое общество опускается до животного состояния. Люди забывают о браке, и это также предсказано в шастрах. Нам потея, пьеручир хету в кари-югу, нынешнюю эпоху раздоров, в конце концов не будет никаких обрядов заключения брака. Формально, я думаю, что-то проводится, торжественные церемонии, конечно же, но не освещаются браком чаще всего. Или формально освещаются в храмах, но не изнутри. То есть брака как такового в полном смысле сейчас почти не существует. Ну, договариваются на какое-то время люди, а там уж как видно будет, не уверено, конечно, никто в этом не уверен, что будет в будущем. Поэтому как брак сейчас не представляет такой, как бы, ну, его называют, сравнивают с камнем, на который можно опираться. Ведах. Ашрам. Ашрам – это камень, на который можно опираться. Сегодня он не имеет такой твердости. Юноша и девушка будут просто договариваться жить вместе, и их взаимоотношения будут построены только на половой потенции. Если мужчина и женщина в сексуальном отношении не устраивают друг друга, они расходятся. Да, вот тут правда, потому что современные люди не знают, как жить в браке без секса. Не представляется возможным. Они тоже думают о разводе, если там нет секса по какой-то причине, случаются какие-то различные причины, физиологические и другие. Или кто-то принимает, скажем, целебат в семье мужчина или женщина по духовным мотивам, все тут же распадают их отношения сразу же. На Западе есть немало авторов, таких как Фрейд и другие, которые написали много книг об этом. Но по традициям физической культуры секс нужен только для изучения детей, а не для того, чтобы изучать психологию половых отношений. Склонность к сексу уже заложена в нашей природе. Даже если человек не читал никакой философской литературы, он все равно склонен к сексу. Этому не нужно обучать в школах или колледжах. Все и так знают, как это делается, что пропады смеются. Это присуще всем. Образование нужно для того, чтобы преодолеть в себе эту склонность. В этом заключается истинное образование. Продолжительная пауза, которая заполняют звуки велосипедных звонков, детские возгласы и голоса людей, окликающих друг друга. Все наступает молчание. Все думают. Тяжелая тема. Есть о чем подумать. Это очень сильная привязанность. Без нее какой смысл жить вообще? Если так подумать о чувствительных наслаждениях. Боб. Для современной Америки это очень радикальный взгляд на вещи. Он подумал, он сказал правду. Это очень радикально. Это вряд ли возможно для Америки. Для западных стран. Шлопрупада. Да, в Америке много нужно изменить. Он соглашается, но это нужно изменить. Говорит, это нельзя принимать. Это опасно. И движение сознания Кришны сделает это. Я был в вашей стране и видел, что юноши и девушки просто сходятся и живут вместе. тогда я сказал своим ученикам, вы не должны жить вместе как приятели, вам надо пожениться. Боб. Многие видят, что брак уже утратил свою святость и потому не хотят жениться, ведь и женатые очень легко расходятся, если и что-то не устраивает. Какой толк в этих регистрациях? есть разводы вообще, зачем это делать, формальности. Сегодня тоже люди говорят, гражданский брак, и все. Захотели, сошли, разошли, зачем эти формальности лишние, только беспокоятся. Шла пропада. Да, это тоже верно. Сегодня люди не представляют, как это брак не распадается. Возможно ли это, что брак не распадался или не утрачивал, скажем, вкуса? Обыденно все становится. Это в лучшем случае. А в лучшем невыносимом. Вот это брак называется. Но в начале мед. Медовый месяц, да? Не больше, говорят, месяц. Вот ради этого месяца должен потом страдать всю жизнь. Боб. Поэтому многие считают, что жениться нет смысла. Шла пропада. Нет. Они считают, что брак это узаконенная форма проституции. Такова точка зрения на это. Но это не брак. Даже в той христианской газете, как она называется, Шимасундра, сторожевая башня. Шел пропада. Сторожевая башня. В ней критиковали одного священника, который разрешил заключать брак двум мужчинам. Поощрил гомосексуализм. Вот что происходит. Люди считают, что брак это проституция. И думают, какой смысл содержать постоянную проститутку, если это так дорого обходится. Лучше не жениться. Как Парупада говорит. Шимасундра, вы переводили пример с коровой и рынком. Парупада, да. Если можно пойти на рынок и купить молоко, зачем держать корову? Все смеются. Жена это дорого обходится. Беспокоится. Институтка легко. Если вопрос о секции стоит, то зачем жена? Преститутка лучше. И вообще на Западе с этим дело обстоит ужасно. Я сам наблюдал это. Да, и здесь в Индии постепенно все идут к тому же. Поэтому мы и основали это движение в сознании Кришны, чтобы дать людям знания об основных принципах духовной жизни. Это не какое-нибудь сектантское движение, это движение, распространяющее культуру, которое несет благо каждому. Мы с вами прочитали вторую главу, тут есть о чем поговорить, острая тема, но тут все баталии разворачиваются вот на этом поле битвы, когда говорится о секции, о рюклержих принципах, культуре. Конечно, возникает вопрос, ну, естественный вопрос, как бы счастливым тогда? фактически наша природа наслаждаться жизнью все-таки. Неужели нужно всю жизнь ограничивать себя и в этом смысл жизни? Тоже вопрос, тоже правильно. Поэтому третья глава называется «Истинная цель жизни», то есть истинное счастье, истинное наслаждение еще есть, выше. Обычно человек не знает наслаждение выше секса, поэтому так спрашивает. Выше то ничего нет. И семья, и любовь, то есть вокруг этого крутится весь мир, и вы говорите, что это все нужно свести к нулю. Так. Я не понимаю, не совсем понимаю, о чем вы говорите, тогда как же быть счастливым. И следующий глава будет называться «Истинная цель жизни» или другими словами «Истинное высшее счастье», высший смысл жизни. Но мы сегодня не читаем третью главу, прочитали вторую, тему «Митхуня Пхавы». «Митхуня Пхавы» это стержень, вокруг которого вращается все материальное творение, то есть кама, вожделение. Это материальный принцип главный. От него исходят все остальные побеги, ветви от этого дерева, от этого ствола, разрастается целая вселенная, эти формы жизни, эволюция, деволюция. Все связано только с этой энергией, камы. Поэтому я думаю, что можно задавать вопросы. Есть у нас в эфире вопросы, которые являются? Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, насколько целебат помогает избавиться от желания противоположного пола? Ведь можно соблюдать целебат, а желание может остаться. Целебат не избавляет от желания противоположного пола. Целебат сам по себе нет. Например, старый человек или старое животное, оно не вступает в половые отношения, но желания остаются, не избавляются таким образом. Как люди думают, ну вот старости я составлюсь, я к Богу обращусь, потому что уже мне не будет сил заниматься этими всеми вещами, здоровье не позволит, возраст не позволит, я обращусь к Богу. Нет, не получится так. Хотя старость благоприятное время для этого, конечно, сама природа способствует, но нужно быть готовым к старости. В старости мы должны уже прийти с чистым сердцем, с радостью принять старость, потому что она помогает нам думать о Боге. Но если у меня даже в старости эти сексуальные желания остаются, пропадает во Франции, говорит, видел, что человек в 70 лет идет в публичный дом, платит деньги, чтобы какая-то там проститутка все-таки достала ему удовольствие каким-то образом. И пропадает, когда об этом говорил, у него слезы появлялись на глазах, жизнь в пустую прожит. Вот трагедия. Для него он видел эту трагедию, трагедию жизни людей. Поэтому сам по себе целибат нет. Духовная практика должна быть. Нужно знать, ради чего мы это делаем. Есть ли высшая причина. Если такая причина есть, высшая, это легко. А если такой причины нет, это невозможно. Поэтому речь идет о высшем смысле жизни. Именно поэтому высший секс есть что-то. вот об этом речь идет. Следующий вопрос. Можно ли стать вашим учеником, находясь в гражданском браке? это трудно, но возможно, если вы поженитесь. Что мешает пожениться? Мы хотим, в принципе, это возможно. То есть можно на это не обратить внимание, если вы ответственны, но если мы создаем движение и культуру, как искон, допустим, и мы ответственны за движение, не только за вашу духовную жизнь, но и за общество сознания Кришны, то нужно следовать культуре всем. Давайте освободимся от гражданских браков, давайте примем ответственность за свою жизнь. Это тоже важно. Я думаю, что это даже важнее, чем чье-то индивидуальное развитие. Что важнее, у нас будет общество святых людей, или один-два святых в мире, или целое общество будет святых людей по-настоящему, ответственных духовно. Поэтому об этом тоже я думаю. Что может помочь освободиться от глубокого укоренившегося в сердце желания телесного наслаждения, так, чтобы желание служить Богу стало сильнее? Ну вот этот вопрос уже практичный. Как с этим быть духовная практика? Первое, что нужно, это приучиться вставать рано. Раннее утро. Как бы телесные все потребности, они спят. Причем глубоко спят. это самое спокойное время, когда зверь чувственных наслаждений спит. Хищник это вожделение спит. Люди глубоко погружаются в сон. Хотя это невежество. Но когда просыпаетесь в это время, начинаете бодрствовать, вы ощущаете другую атмосферу совершенно существования. Не так, что вы идете по улице и там реклама, там женщины, мужчины, там то, там все, там беспокойство, там вы не чувствуете покоя. Или утром просыпаетесь перед работой, вы уже беспокоены, нужно успеть сделать то, это, успеть на работу, вы уже не испытываете этого состояния умиротворения. Днем вы работаете, не можете умиротвориться. Вечером вы уставшие, вы тоже не можете умиротвориться, вы думаете о чувственных наслаждениях, они обостряются в это время. Вечером хочется что-то посмотреть, что-то приятное почувствовать, как бы отдохнуть называется. И снова засыпаете, и только раннее утро лучшее время для духовной практики. Вот это состояние покоя, это прежде, самое важное, что человек сначала должен почувствовать, что у вас нет желаний, которые вас тревожат ум. Рано утром мы должны встать и начать свою мантру, медитацию. и постепенно по этому звуку это вожделение начинает подниматься выше. Например, дети, у них тоже есть вожделение на самом деле, но мы не называем это сексуальной деятельностью. Они играют. Оно может так выражаться в играх, в творчестве. Вот если вы рано утром поднимаетесь, повторяете свои круги, скажем, молитвы, серьезно, вы почувствуете в себе энтузиазм, который не беспокоит ваш ум. Вы хотите творить, вы хотите что-то делать. причем не что-то, а что-то важное для вас, для вашей жизни, для других. Называется энтузиазм. Вы не думаете, сколько заплатят, нет беспокойства на этот счет, будут плоды, не будут, какие плоды будут. Вы не думаете о том, что кто-то помешает вам, кто-то согласен с этим, кто-то не согласен. Вы просто делаете это в радости. Сразу почувствуете, что вожделение поднимается в творчество, вашу деятельность начинает проявляться там. То есть вы уже чувствуете счастье без вожделения, без сексуальной жизни. В этом смысле ваша работа приносит вам удовлетворение, счастье, радость. Это уже не работа, это уже не кармическая деятельность. Это пример того, как начинает подниматься вот эта вот кама вверх, выше. Затем еще выше поднимается. Вы начинаете чувствовать, осознавать философские истины, окружающие вас. Начинаете видеть. Это удивительное состояние. Когда вы осмысливаете мир не глазами чувства наслаждения, а как он есть на самом деле, начинаете осознавать присутствие Бога. И в конце концов, если вы идете дальше, еще дальше, вы приближаетесь к Богу. И в конечном итоге попадаете в особую область вечности, где есть любовь к Богу, в полностью проявлено. это то же самое вожделение, очищенное и возвышенное. Вот и все. И никаких животных у вас потребностей больше не остается. Не остается. Это вопрос практики. Если кто-то исключается из жизни Бога, он никогда не сможет изменить свою жизнь. Вот в этом смысле, никогда. Вся жизнь будет крутиться вокруг секции. У меня желание, имеется в виду вот это вожделение, пропадает, если я сильно погружен в сознание Кришны. Но чтобы не обижать жену, приходится. И есть страх, что если останусь один, вожделение вернется и будет тяжелее. Да, это компромисс. Брак – это определенный компромисс. Но он считается священным браком, если берете ответственность за свой брак, за своих детей, за свою семью. Это ответственность, как бы две вещи. Две вещи. Ответственность за материальное обеспечение и за духовное развитие. тогда вы становитесь, ну как бы, если вы принимаете такую ответственность, тогда вы становитесь, ну как бы, как духовным учителем. Несмотря на то, что вы в браке. Он не мешает вам. Если ответственность принимаете, то секс, который вы использовали для изучения детей, не оскверняет вашу жизнь. Это становится как бы преемственностью семейной. Детей начинают для того, чтобы передать высшие ценности. Вот что такое брак. Они не рождаются случайно. У животных рождаются случайно. У духовных людей дети запланированы для определенной цели. Дети возьмете материал человека достойного, которому передать ценности нужно. Ему нужно родить такого человека. Греха ашеми в духовном укладе такие дети должны появляться. Достойные потомства. Это не является сексом. Бхага Водите говорит Кришна это я сам такая сексуальная жизнь для изучения хороших детей это я сам. Скажите пожалуйста как справляться с вожделением если не можешь выйти замуж? Духовная практика вожделение это же ну как бы хорошая энергия если убрать вообще вожделение человек пассивен аморфен медузу видели вот это вот такая медуза плавает туда его кидает сюда его кидает так живет значит у вас ни чувств нет ни отношений нет вы больной человек экологически просто речь идет не о том чтобы уничтожить вожделение а возвысить его его невозможно уничтожить потому что это как бы природа души она просто сквернена эта природа в соприкосновении с гунной страсти она скверняется вожделение трансформируется как молоко трансформируется в простоквашу с кислотой соединяясь сразу меняет качество поэтому речь не о том чтобы уничтожить вожделение а возвыситься сохраняете активность если вы не становитесь импотентом, правопада говорит. Но ваше сознание возвышается. Поэтому духовная практика нужна всем людям. И это, конечно, битва в душе, его называют еще битва в душе. С воздействием приходится сталкиваться и бороться. Где-то мы должны использовать силу своего разума, силу своего знания, убежденности, решимости. Эти качества начинают возрастать. Если вы преодолеваете, ваши качества начинают усиливаться. Решимость, убеждения, знания углубляются. И если на самом деле вы обретаете такие качества и отрываетесь от вожделения грубого, вам удается это сделать, то вы начинаете воспринимать мир по-другому. Оказывается, он может быть счастливым и очень простым способом. Без всякой борьбы, без конфликта. В гитте говорится, что когда чувства, чувства, обоняние, зрение, другие освещены знанием, они становятся праведниками счастья. А когда чувства поражены вожделением, они сравниваются со змеями, недовитыми. Вы смотрите на какой-то объект, вспыхивает вожделение. Вот что происходит. Взрыв мозга. И все ценности забываете тоже. Змея якобы укусили. То есть наша главная цель – увидеть Бога, воспринять чувства им Бога. Но если чувства вожделения москвернены, мы не можем этого сделать. Тогда человек думает, я сам Бог. Под влиянием вожделения. Я, я, я. Я, господин, я, главный. Меня нужно почитать, меня уважать, меня удовлетворять. Вот так происходит. Какая цель создания семьи, если там не будет половых отношений? Там будут духовные половые отношения. Почему не будут? Мы же говорим. Вы не избежите вожделения. Там будет культура. Там будет глубокое общение. Я и говорю, что да, если нет секса, люди не понимают, как общаться в браке, как с женщиной вообще общаться, и все же сводится к этому в итоге. А если этого нет, то о чем говорить-то вообще? Они считают, что женщина глупая, мужчины все считают. Если нет секса, то о чем поговорить? О чем говорят мужчины и женщины? Посмотрите. Что-то важное обсуждают? Нет. Просто им приятно общаться. Пока приятно общаться. О чем? О, какой ты сегодня костюм. А что за духи ты используешь? В таком состоянии? Экстазы? На всякую ерунде говорят. Ну, это приятные вещи. Это тоже можно применять. Приятные вещи нужно говорить. Но если только этим все ограничивается, это примитивно. Это примитивно. А какие у них задачи вообще? Смыслы есть? Они об этом говорят? Да, говорят, сколько денег нужно заработать, сколько накопить, в какой банк положить. Это их самое сокровенное знание. В современном мире сегодня так. В какую школу послать учиться? В Европу, или оставить в Казахстане, или в России, или в Америке он будет учиться. Вот это все, о чем они говорят. А зачем все это? И куда мы все идем? Вся семья, да? Для чего это все, да? И кто были нашими предками? И какие нам оставили заповеди в прошлом? Люди отвергают. Они считают, что заповеди даны предками. Эти пророки чужие люди для них. Для них это чужие люди. Это не наша семья. Наша семья – это мой личный счет в банке, моя личная квартира, моя личная семья. Вот это моя семья. А это даже святые люди, это чужие люди все. Вот что происходит. А если мы начинаем думать о духовной жизни, мы должны найти наших предков, которые заповедовали нам эти принципы. Изначально. И везде в всех религиях говорится, прелюбодеяние – это грех. Иисус прощал все грехи. Но Он сказал такую вещь – «Иди больше не греши», например. И Он сказал, что тот, кто смотрит на свою жену с вожделением, совершает грех тоже. На жену с вожделением смотрит. Это тоже неуважение. То есть такие заповеди есть везде. Но люди говорят, это чужие люди говорили. Это не наша семья. Мой отец жил по-другому. Моя мать жила по-другому. И бабка, о которых я помню, дед тоже жили по-другому. А это к нам не относится. Скажите, пожалуйста, как секс связан с корыстью, эгоизмом? Может быть, ли он бескорыстным? Секс бескорыстным? Да, да, может, может, может. В духовном мире есть секс. Но он чистый, он духовный. Это не то, что здесь мы видим. И говорить об этом нехорошо, пока человек не отличит материю и дух. Когда мы говорим, что в духовном мире тоже есть секс, даже это нужно осторожно сказать, пока люди не готовы к этому. Потому что они тут же представят что-то другое, что-то материальное. Что-то материальное. По этой причине для таких людей, говорится, у Бога нет формы, нет этой формы человеческой. Иначе вы придумаете сейчас его отношения, там и все остальное. Все испортите. Но если вы отличаете материю и дух, открывается форма. Когда человек освобождается от вожделения до какой-то необходимой степени, уже под контролем держит, ему открывается форма Бога. Качество Бога, имя Бога, личность Бога. То есть требуется очищение. И как вожделение, оно делает человека эгоистом? Ну, например, наркоман. Как вожделение его проявляется? Ну, он сексом так уж не занимается, особенно, потому что получает более высокое наслаждение. Наркотик. Скажем, героин. Это сильная зависимость. ЛСД, героин. И что же он действует? Посмотрите, как он действует. Он потом просто крадет деньги у кого угодно. У жены, у детей, у родителей, где угодно. В магазине может отобрать на улице деньги какие-то. Разве это не эгоизм? Разве это вообще похоже на какого-то разумного человека поведения? Он абсолютно не может контролировать свои чувства. Такая сила, вожделение, что он просто готов обобрать свою семью. Детей без еды оставить. Я серьезно говорю. Без образования, без еды ему неважно уже, потому что вот эта сила наркотика делает таким бесчувственным, таким эгоистичным. Это тоже проявление вожделения. Потому что у него ломки, он думает только о себе. Мне должно быть хорошо, а мне очень плохо. Я умираю. Дайте мне, отдайте мне. Мне, мне нужно. Мне нужна помощь. А все остальное не нужно. Это такой пример, чтобы наглядно было. Ну и в тонкостях, конечно же, если есть вожделение между мученной женщиной, они будут ссориться между собой. Браки, они регулярно ссорятся. Пока есть вожделение. Значит, есть эгоизм. Они упрекают друг друга из-за эгоизма. Потому что есть вожделение. Они требуют и говорят, ты недостаточно делаешь для меня. Мне нужно больше от тебя внимания. Другой говорит то же самое. Нет, ты недостаточно внимательно. Ты только о себе думаешь. А ты меня используешь. А ты меня используешь. Так и есть. И как быть? Развод? Нет. Нужно освободиться от вожделения. Чуть-чуть больше. И эти отношения будут ближе. Потом еще ближе. Потом увидите, что вы на самом деле никогда не разлучитесь, как души. На самом деле, брак-то духовен. Когда получаешь вкус в деятельности без животных потребностей, все равно остается желание удовлетворения своих низменных потребностей. Низкий вкус не уходит, возвращается с новой силой. Как действовать в такие моменты? Для этого есть разум. Да, я согласен. Пока есть тело материальное, может вспыхнуть какие-то желания, какие-то объекты чувств могут попасть в ум, напомнить нам о прошлых наслажденных наслаждениях. Но есть решимость. Созерцая объекты чувств, возникает непривязанность, говорит Бхага Вагита. Из привязанности затем развивается вот это самое вожделение. Вожделение не удовлетворяется никогда и вызывает гнев, раздражение. А гнев затмевает память духовную. И так человек деградирует. Поэтому начинается с чего? Созерцая объекты чувств. Ну вот нам нужно приучаться не созерцать объекты чувств. Не рассматривать что-то для чувственного наслаждения. Люди смотрят там порно, не знаю, там сексуальные всякие картинки, просто красивых женщин хотят наблюдать и рассматривают это внимательно. Вот с этого все начинается. Значит, нужно рассматривать что-то другое, более возвышенное. Например, женщина. Мы не можем не смотреть на женщин. Но есть культура, как женщина одевается, как ведет себя в Арнаше Мадхарме. И когда смотрите на женщину, вы видите ее, как бы, образ больше. Не сексуальный, как бы, ее символ, признаки, а образ, потому что она одета, она украшена, согласно культуре. И так вы видите, женщину наблюдаете с уважением. Не с вожделением, а с уважением. Вот такие вещи существуют в культуре. Ну, а для нас важно научиться не созерцать объекты чувств. Увидели, пошли дальше. Не то, что нужно встать и рассматривать. Естественно, вожделение будет пробуждаться. Если оно пробудилось уже, вожделение, вы с этим ничего не сделаете. Если зверь проснулся, все в ее власти. Поэтому сохраняйте, как бы, такое вот сознание, чтобы зверь не просыпался. Ну, может, он рычал во сне немножко, так знаете. Во сне тоже может. Но спит. Но если вы пробудете, будут проблемы. Он вас сожрет. Почему некоторые мудрецы падают? Они тоже не могут контролировать чувства? Да. Да, да. Когда человек достигает уровня, как бы, более высокого или очень высокого, еще, но не совершенства, то он может упасть от одной маленькой детали всего лишь, как собхари муни. Собхари муни – это известный персонаж в Пуранах, великий мудрец, аскет йог. Он жил под водой. Ну, йоги умеют это делать. И долгое время медитировал там. Ну, что там очень спокойно. Никто не мешает. И под водой он удержал дыхание просто, и под водой стал медитировать. Покрылся весь вот этой вот тиной, там, водорослями. Единственное, что он перед собой видел постоянно – это рыбы. Они стали его друзьями. Долго говоря. Потому что он их изучил, их поведение, их чувства, их повадки, их отношения. Он все понимал, что они делают. Как бы языка нет, но он изучил их по поведению. Однажды перед его глазами стали совокупляться две рыбки. Вот и все. Так он оставил путеги на какое-то время. Видите, на таком уровне даже маленькая вещь. Поэтому, говорится, саняйся даже не смотрит на одежду, которая сушится женскую. Это может пробудить какие-то самскары, воспоминания или желания. Или на тень женщины. Не рассматривает то же самое. Не созерцает. Он видит, но не созерцает. И когда смотрит лицо женщины, он смотрит между глаз. Если нужно общаться, вы не можете просто, знаете, как разговаривать с человеком. Нехорошо. Если нужно смотреть, то он смотрит между глаз. То есть находит способ. Либо на стопы смотрит. Туда ниже. Как почтение матери. С уважением смотрит на женщину. Только так. Это саняйся. Промачарь его так женщине всегда подходит. Если он подходит зачем-то, что-то спросить, узнать. Вот так всегда подходит. Как к матери обращается. Молодая она или старая, не важно. Вот так. И вот это защищает человека. Вот ваше зрение. Он не созерцает. Видит, но не созерцает. Ну, а муж не должен относиться как к матери, к жене. Для него это и женщина, и все остальное. То есть исполнение всех желаний материальных и духовных. Там позволяются такие отношения. Близкие. Интимные и прочее. Если они образованы достаточно, ничего там плохого нет. Это хорошо. Вопросы из трансляции закончились. Можно задать вопросы зала. Пожалуйста. Есть же грубое вожделение. Есть же грубое вожделение. А есть тонкое вожделение. Это не обязательно же вожделение. Это прям секс. Есть же разные виды. Можете как-то раскрыть вот эту тему? Тонкие формы вожделения? Ага. Это слава, почет, желание почести, пуджа. Человек желает. Он требует к себе уважения, допустим, когда требует. Это тоже вожделение. Такие тонкие формы. От них труднее освободиться, чем от грубого вожделения. Мы всегда хотим, чтобы нас уважали, конечно же. И культура именно такова. Мы не против, не подавляем природу, трансформируем. Мы назовем друг друга господин, прабух. Это уважительное общение. Это требуется, потому что в природе вещей. Такое. Но себя называем Дас, слуга, преба. Вот так это вот меняется постепенно, трансформируется. Каждый себя считает Дасом, но другого считает господином. Таким образом, и чувства удовлетворяются, и сознание развивается. Не так, что я господин, ты слуга. Нет. Я слуга, ты господин. Тогда все в порядке. И ты доволен, и я не исполняюсь. Это тонкое вожделение. То есть нужна такая вот культура, которая это изменит. Мы собираемся это изменить в Америке и в других странах при помощи вот такой духовной культуры. Да, да, да. Спасибо. Да, мы завершаем трансляцию. Мы прочитали сегодня вторую главу книги «Совершенный вопрос, совершенные ответы». И если вы уже, ну, как бы, участвуете в наших чтениях, пожалуйста, готовьте вопросы. Готовьте практические вопросы, философские вопросы, обдумывайте содержание. Спасибо.